Все живые организмы нашей планеты можно разделить на две большие группы, на две империи. Это организмы, имеющие ядра, эукариотические организмы и более просто устроенные прокариотические, ядра в их клетках нет. Но общие принципы хранения и реализации наследственной информации схожи и у ядерных, и у безядерных. Наследственный материал всех организмов, клеточных организмов заключен в крупных полимерных молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Молекулы ДНК хранят генетическую информацию, то есть информацию о структуре самых многофункциональных, самых разнообразных, самых массовых молекулах организма, о белках. Происходит считывание этой информации в направлении ДНК, РНК, белок. Более того, в природе известны даже более редкие процессы. Допустим, не только синтез РНК по ДНК, но и обратный синтез РНК по РНК, синтез ДНК по ДНК и даже синтез молекулы ДНК по матрице РНК. Спрашивается, как нуклеиновые кислоты могут служить основой для синтеза друг друга, почему возможны все эти процессы. Но для этого сначала надо разобраться со строением нуклеиновых кислот. Все нуклеиновые кислоты — это полимерные молекулы, мономерами которых являются нуклеотиды. Каждый отдельный нуклеотид — это довольно сложная крупная органическая молекула, состоящая из трех блоков — азотистые основания, пятиуглеродный сахар, пентоза и остаток фосфорной кислоты. Азотистые основания — это гетероцикл, циклическая структура, в состав которой входят атомы углерода и атомы азота, плюс водород и разнообразные функциональные группы. Пентоза, пятиуглеродный сахар, представлена только двумя вариантами — либо рибозой, либо дезоксирибозой. Они отличаются одной гидроксильной группой. В рибозе она есть, в дезоксирибозе ее не хватает. А вот азотистые основания в природе представлены разнообразными вариантами, но в состав нуклеиновых кислот входят в пять самых основных, самых распространенных. Это аденин и гуанин — немножечко более крупные азотистые основания, потому что они построены на основе пурина. И три варианта оснований помельче — на шестичленном гетероцикле, на перемединовом. Это цитозин, тимин и урацил. Но в состав каждой нуклеиновой кислоты входят только четыре азотистых основания из этого набора. В состав ДНК аденин, тимин, гуанин и цитозин, а в состав РНК тимин не входит. Вместо тимина в РНК используется урацил. Значит, если посмотреть на структуру нуклеотида более подробно, вот она представлена на схеме, то видно, во-первых, особенность химической номенклатуры. Нумерация атомов в гетероцикле идет арабскими цифрами строго по порядку, там с первого сколько наберется, а нумерация атомов в пентозе тоже арабскими цифрами тоже по порядку, но чтобы не путать одни и другие цифры, в пентозе их нумеруют со штрихом. И вот пентоза, в данном случае представлена рибоза, она является как бы таким образующим центром, и за первый свой углеродный атом, за один штрих атом, она соединена с первым атомом в азотистом основании, здесь это аденин. За пятый атом в пентозе, за пять штрих атом присоединяется остаток фосфорной кислоты. Но у пентоза остаются еще две гидроксильные группы, которыми она может работать, может образовывать химические связи. И когда нуклеотиды соединяются в нуклеиновую кислоту, как раз по три штрих положению пентоза присоединяется остаток фосфорной кислоты из следующего нуклеотида. Возникает сложная эфирная связь, но это для химика. Для биохимика важнее другое, особенно синтеза. То есть направление цепи идет от пять штрих атома и продолжается к три штрих атому. А вот посмотрите, если изобразить нуклеиновую кислоту упрощенно, то мы получаем, что есть сахаро-фосфатный остов, фосфат-сахар, фосфат-сахар каждого последующего нуклеотида. И азотистые основания смотрят как бы немножечко в сторону от этой цепи. В таком виде, в виде одной цепочки, полинуклеотидной цепочки существуют молекулы РНК. Молекула ДНК немножечко сложнее. В молекуле ДНК две полинуклеотидные цепи, они направлены в разных направлениях. То есть если на этой схеме сверху вниз одна идет от пять штрих к три штриху, то вторая снизу вверх идет от пять штрих к три штриху. Но главное даже не в этом. Основное, это почему удерживаются полинуклеотидные нити друг около друга. Они удерживаются потому, что между азотистыми основаниями возникают водородные связи. Нигде попало, никак угодно, а только определенные пары могут образовать эти водородные связи. Такие пары называют комплементарными парами. Комплементарность это структурное соответствие. Вот аденин соответствует тимину и может образовать две водородных связи, а гуанин соответствует цитозину. Но они могут образовать три водородных связи. Водородные связи слабые, но их очень много в молекуле ДНК. Молекула ДНК – это очень крупный полимер. В ней не только миллионы, в ней могут быть миллиарды пар оснований и, соответственно, миллионы и миллиарды водородных связей удерживают эти нити друг напротив друга. Получается очень устойчивая конструкция. После того, как полинуклеотидные нити молекулы ДНК сформированы, она не остается в таком прямом виде, она сразу же спирализуется. То есть это более устойчивая структура в водной среде. Говорят, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль. И самое важное в этой спирали, в поддержании ее устойчивости, это комплементарные азотистые основания, комплементарные друг к другу. Это дает для молекулы ДНК две возможности. Во-первых, репарацию легко осуществить, если мы знаем, какое должно стоять основание напротив аденина, напротив аденина мы уже знаем, всегда стоит тимин, то если с этим тимином что-то произошло, то ферменты репарации, а они постоянно отслеживают строение молекулы ДНК, они всегда легко поставят нужный тимин против аденина. То есть репарация, процесс восстановления молекулы ДНК возможен именно потому, что азотистые основания комплементарны друг к другу. И наличие систем репарации в клетках организмов, и в ядерных, и в безъядерных, это очень полезные системы, позволяющие сохранять молекулу ДНК стабильной. Ну а для того, чтобы передать молекулу ДНК потомкам, существует второй процесс, репликация, процесс копирования, который тоже базируется на принципах комплементарности. Тут уже придется разрушить водородные связи на каком-то участке. Это непростой процесс, их слишком много, поэтому здесь будут работать специальные ферменты, то есть целый комплекс работает над репликацией ДНК. Но когда нити окажутся пространственно доступными, то фермент по имени ДНК полимераза, фермент, который умеет строить полимер ДНК, начиная свою работу в какой-то определенной точке, напротив каждого основания поставит ему комплементарные и соединит их между собой. В результате из одной молекулы ДНК, а синтез идет сразу по двум цветам одновременно, мы получим две молекулы ДНК, которые можно будет передавать потомскому. Это будут полностью идентичные копии. И вот еще один интересный момент касающийся молекулы ДНК. Эта молекула, конечно, огромная в плане молекулярной массы, потому что ее составляют очень много азотистых оснований. И поэтому, если бы мы ее вытянули всю в длину, она была бы очень длинная. Например, в клетках человека, если растянуть всю ДНК, она составит около двух метров, одна молекула. Диаметр у нее будет 2 нанометра, а длина пара метров. Поскольку 250 миллионов пар нуклеотидов, 150 миллионов пар нуклеотидов, это нормальные цифры для размеров молекулы ДНК. В форме двойной спирали, естественно, она в клетках не находится. Это слишком вытянуто. Двойная спираль компактно упаковывается с помощью разнообразных белков. Ну вот, например, первый этап упаковки, самый важный и хорошо изученный, в общем-то, этап, это упаковка на гистоновые белки. Гистоновые белки собираются в такие комплексы по 8 штук. И на этот округлый комплекс, как нитка на шпульку наматывается молекула ДНК. Получающаяся структура носит название нуклеосомы. И вот когда молекула ДНК вся намотается на гистоновые белки, эта нуклеосомная нить, она уже короче исходной молекулы ДНК в 6 раз. Но процесс на этом не останавливается. Нуклеосомная нить начинает укладываться, спирализоваться дальше. Потом идут образования петель, и снова спирализация, и еще раз, и еще раз. То есть говорят о том, что происходит процесс суперспирализации молекулы ДНК. Там работают разные структурные белки, гистоновые это только начальный этап. Но в супер-суперкомпактном состоянии ДНК не всегда находится. В суперкомпактное состояние это для деления клеток. Вот так вот они будут выглядеть под микроскопом. Мы будем говорить о хромосомах. Эти структуры видны в световой микроскоп, но это только во время деления клетки. В течение обычной, своего жизненного цикла, большей части своей жизни. В клетках ДНК, конечно, упакована, но не так плотно. Более того, она упакована неравномерно. Отдельные участки, те, которые активные, раскручены сильнее, а те участки, которые в данный момент времени не работают, но они уложены несколько плотнее.